здравствуйте друзья добрый вечер добрый вечер сегодня у нас опять вкусный эфир получится но мы не будем кушать будем рассказывать про хорошее питание будем пить чай и рассказывать про про еду полезную еду ну что ж всех приветствую кто присоединяется мы благодарим за ваши комментарии за то что вы пишете с какого города это очень интересно всегда посмотреть как насколько мы разбросаны по всему миру но и мы сегодня тоже будем обмениваться мыслями будем смотреть ваши вопросы по поводу питания мы уже намекали о том что мы питаемся по-другому по-другому жирной пищи это жировая диета но на самом деле мы будем в целом разговаривать о хорошем здоровом питании какие вот есть основные принципы которые будут применимы для всех наверное не наша диета тоже она имеет какое-то основание мы хотим тоже просто поделиться да и мы ни в коем случае не будем сейчас как бы ручаться за то что наш метод питания самый лучший хотя мы так считаем тем не менее потому что так питаемся тем не менее это как бы хорошо рассмотреть некоторые принципы и некоторые можно сказать общепринятые взгляды на пищу действительно ли они правильные действительно ли они основаны на каких-то научных доказательствах доказательствах или это просто какая-то привычка просто передается может быть средствами массовой информации или какая-то мода поэтому сегодня порассуждаем да но вот на самом деле вот если речь идет о диете то последние десятки лет это диета в которой исключается жир и врачи всем людям которые болеют или в привыкном возрасте они рекомендуют кушать не жирную пищу или если жир то он должен быть ненасыщенным то есть таким же растительным но вот и и все так считают наверное овощи и фрукты нужно кушать и пищу обезжирена что вот человек получается жирный потому что он жир кушает согласно пословице ты тот что ты ешь и тут мы грубо вот с этим не согласна почему грубо не да в смысле мы тот кто то что мы ем это однозначно то что мы едим только насчет того что если человек жирный кушает что вот и жир у него откладывается это огромная ошибка потому что это не так на самом деле и мы с женой испытали это столкнулись жировой дети лет 20 назад как минимум или ровно даже не помню сейчас даже больше 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 и с тех пор бывало время когда мы не сильно придерживаясь потому что любая диета требует но такой последовательности иногда появляются какие-то желания отступления в гостях иногда трудно придерживается своего режима питания но в целом за многие годы мы практиковались и чем больше мы придерживались нашей диеты тем было лучше показатели можно я только скажу что в принципе даже слово диета здесь не совсем уместно потому что диета всегда ассоциируется с каким-то коротким отрезком времени когда мы ограничиваем себя в чем-то и вот даже само это слово уже вызывает какие-то неприятные ассоциации потому что приходится мучиться на самом деле можно сказать что лучше всего просто вот как ты написал воносе здоровое питание то есть это как образ жизни да вот какой-то определенный способ питания чтобы это влияло на как бы это было постоянным не только временным да ну да так есть и на самом деле когда но я всегда не то что держался может и больше но я пытался в размышляла питание то мне всегда настораживало то что придется страдать от этого вот чего-то нельзя кушать каких-то определенных временах нужно чувствовать себя голодным но это же очень но не естественно для человека чтобы быть голодным и на жировой диете там такого нет то есть жировом питании на жировом питании то есть там чувство голода практически не испытывается то есть не со счет в желудке можно меньше кушать и намного хватает это на самом деле очень приятная диета и вкусно кому не нравится вкусное блюдо речь не идет вопрос о том чтобы ложкой там жир кушать или сало там но на самом деле все что связано с жиром сметана это все и вкусно и вот я уже намекнул что всегда считалось раньше полезной десятки лет тому назад наши родители продажи на рынке жирная сметана жирный творог все это считалось что всегда самым ценным самым дорогим и не просто лет десятки назад а тысячу две тысячи лет назад и больше всегда жирная пища считалась она более ценной более калоричной конечно а во вторых там где присутствует жир он автоматически там присутствует все полезные вещества то есть там есть и витамины и минералы и все остальное необходимое для жизни теперь мне надо что-то говорить да если нет я могу продолжить дело в том что на самом деле да вот я уже слышу какие-то может быть возражения да но как же так вот как же вот овощи фрукты все эти дела да вот но во первых нужно сказать что так как ты сказал про витамины что при отсутствии жиров есть некоторые группы витаминов которые просто не усваивается поэтому просто полностью исключить жиры из диеты нельзя хотя такая мода пошла и было например очень популярна свое время белковая диета или диета доктора дукана который действительно благодаря которой многие люди теряли вес я сама в том числе тоже увлекалась этим потому что уже перепробовала очень много всего и она основывалась на том чтобы есть просто объектовую пищу и ноль процентов жира вообще и действительно очень быстро человек терял вес и это приносило хорошие результаты в плане внешнего вида тем не менее если кто-то продолжительно пробовал так питаться то это приносило тоже к сожалению не очень положительные результаты в качестве каких-то заболеваний каких-то каких-то недугов с почками начинались проблемы и так далее поэтому исключать полностью жир из диеты нельзя но многие могут говорить ну как же так вот что сейчас будем прям стаканом не жирную спинтану пить запивать за 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 заедать жирным тфорогом и еще сверху маслом но знаете друзья ты говорил что не будем ложками но я вспомнила что я в детстве и на самом деле сливочное масло любила есть ложками почему-то то есть почему-то ребенка тянуло к таким вещам но потом конечно привычные методы питания там чай с сахаром пирожные пироги всякие хлебушек и так далее естественно все поменялось потому что углеводы как мы говорили это источник быстрого удовлетворения и как бы поднятия настроения поэтому естественно сахар и сладко это вкусно это мягкий так сказать наркотик который сразу нас как бы взбадривает и естественно человека больше тянет к этому что намного приятнее сразу да но на самом деле если задуматься над тем какую пользу продукты питания приносят то можно действительно сделать некоторые интересные выводы но опять же я на самом деле мало видела людей в магазинах с продуктами питания которые берут в руку упаковку читают состав что находится в данном продукте да если вообще там есть потому что мы знаем кусок мяса это кусок мяса да там там ничего не написано хотя иногда если он в упаковке то оказывается что кроме там мяса еще много чего дополнительного находится но на самом деле если так остановиться и посмотреть и почитать что находится в данном продукте то основные какие-то моменты мы могли бы уже увидеть я уже не говорю каких-то химиконсерватов которые во многих продуктах присутствует но хотя бы состав что и чего состоит данный данный продукт что в нем находится в основном продукты и чего состоят из белка жиров и углеводов это три основных можно сказать источника энергии которые мы получаем до из продуктов и сейчас сегодня в основном какой главный источник энергии для людей из пищи углеводы углеводы но многие даже не знают где эти углеводы находятся что считаю что углеводы а значит это сахар значит это наверное во всем сладком значит наверное в мучном да потому что это так но многие допустим не знаю что очень очень много углеводов находится во фруктах соках которые считаются настолько полезными что их детям с большой радостью в коробочках дают да а потом удивляться откуда кариес откуда проблемы с желудком да мы не хотим сказать что это полное зло и фу и надо выбросить да и никогда не покупать но по крайней мере задумываться я тут уже вижу в комментариях что я читаю состав продуктов очень часто молодец получается по модному современному питанию углеводы являются базовым источником энергии то есть там и сахар и углеводы это основной еще исключается жир потому что человек он приобретает энергию из двух источников или это жир или это углеводы они там тоже разделаются на разные но вот две основные группы вот если исключаем жиры вот так как как мода если как же рекомендуют разные там диеты врачи то получается нужно вот все мучное каши фрукты овощи кушать получается практически так обожиренное мясо и так далее но на самом деле мы согласны с тем и все исследования показывают что человеку одновременно давать в одном за одно кушание за какой-то обед и жиры и углеводы это неправильно потому что эти кислоты они ну мешают друг другу то есть это тогда вот появляется ожога когда у нас но не может это разработаться когда есть много углеводов и много жиров есть диеты это которые говорят за раздельное питание то есть там мы когда ты жир кушаешь не кушаешь углеводов и тогда легче разрабатывается и вот это действительно так это шаг к успеху скажем но у нас наша диета она переключается вот целиком не диета но а питание на верт сказала на то чтобы организм переставить на то чтобы он и джигал жир постоянно он питался жиром и когда мы кушаем просто там так что большая часть это жир и вот как источник энергии организм на это настраивается он легко это разрабатывает здесь просто в комментариях тоже появился появилась мысль над насчет тран жиров конечно мы не имеем ввиду тран жиры вот все эти жиры которые употребляются и сейчас для обжарки картошки free вот этих всей курицы в кляре и всех остальных вещей конечно нет имеем ввиду натуральный натуральный да или спиной или сливочный то есть молочный жир вот как такой прям натуральный который можно получить от природы не модифицированный какой-то другой да я тебя по моему прервала ну вот и и организм когда переключается на разработку вот жиров он этом нормально занимается и нету чашище в желудке все легко и просто мне нравится несколько сравнений я уже приведу одно что вот если мы топим в печке например то намного лучше чем газетами бумагами топить намного лучше углом правильно это слово говорю углем углом это высококалорийный такой источник энергии и нечто подобное происходит с нашим организмом сахара и углеводы можно сравнить с газетой или какие-то хорос который мы подбрасываем в печку а жир вот но вот еще свиной жир это такой это топливо как угол то есть она высококалорийная как как тоже топливо для для двигателя для машин мы выбираем самое высококалорийное то есть оно чисто там чисто энергия это самое полезное для двигателя легко прирабатывается и в нашем организме тоже если только дать ему жиры высококалорийный свиной жир он легко это разрабатывает когда там не поступают не поступают углеводы ну минимум конечно там нужно и так дача увеку этой энергии хватает на много много часов то есть вот один такой один раз покушать можно или два раза в день просто а когда кто-то кушает фрукты все мучное и я так кушал каждые два часа я был голодный я говорю ночью тоже можно просыпаться голодным то есть мы постоянно чувствуем они разрабатываются очень мгновенно углеводы и мы вновь чувствуем чувствуем голод да женщинам легче может быть держи держаться на постоянном чувстве недоедания или или может быть легком чувстве голода потому что многие они вот они сильно страдать любят больше не переживают поэтому питаться там допустим одними овощами или фруктами для того чтобы быть стройной далее листьями салата да но это не способствует хорошему настроению мужчина ты мне обманешь это да но вот здесь появился уже комментарии интересные говорят что сало хорошее для легких чтобы перенести коронавирус да друзья мы вам очень завидуем потому что родина сала но но я хочу сказать что даже здесь шотландии русско прибалтийском магазине то есть восточной едой можно купить очень очень вкусное соленое сало чем мы регулярно пользуемся сало натуральное так что так что на самом деле это так но опять же да вот кто-то мог бы сказать да раньше ели люди все да и были довольно здоровыми и все было в порядке но до конца либо это было это в порядке или нет этот уже другой момент там все равно не было такой переработанной пищи как сегодня который нам нужно много вот и какой-то химии сегодня бумаги туалетные чего там еще не вкладывают иногда по интернете кто-то выкладывает как чипсы делать как что-то еще делает просто какой-то на самом деле бумаги так что раньше этого сто процентов не было то есть все было с продуктов питания деланы на самом деле эта пища была намного полезнее вода была чище то есть сегодня даже воздух земля все грязно и то что с ней выращивали но расчет тоже будет грязным то есть совершенно другое время поэтому нам нужно тем более думать о том чтобы наш организм был сильный и питаться максимально правильно то есть следить за этим чтобы вот этой переработанной химической пищи кушать как можно меньше а выбирать то что является но чистым продуктом то есть ну нужно готовить себе самому да тем более именно сейчас когда нас окружает не только вот полная химических веществ пищи а вообще воздух то что мы дышим то что нас окружает это действительно тоже вещества которые отравляют наш организм поэтому нужно спасаться я понимаю что многие допустим нет столько времени много забот нет даже столько денег чтобы может быть купить и кто-то может сказать я не смогу себе купить качественные продукты но друзья на самом деле если с умом питаться и питаться вот примерно вот как мы начали это делать то знаете мы что обнаружили что на самом деле намного дешевле так питаться чем покупать действительно все что считается полезным и читается да вот если хотите можете сами убедиться у меня был такой даже эфир где рассказывал о простой принцип полезного питания покупать нужно то что содержит продукты питания которые содержат много полезных веществ и наверное вы с этим согласны там должны быть не просто калории а витамины и минералы все остальное и сейчас если вы книгу откроете и проверите всякие вот продукты на содержание то вы точно будете выбирать продукты во-первых жирно во вторых те которые будут связаны с нашей диеты то есть на у нас на самом деле не просто жир не просто мясо яйца являются основным продуктом которым мы питаемся кроме этого там из печень сыр орех и везде где присутствует жир там все полезно присутствует а многие продукты аберджиры в овощи и фруктах там 95 процентов 90 процентов вода есть сахар есть какой-то один второй вид витамин причем не в большом количестве чтобы съесть из витамин достаточно вот то есть чтобы из фруктов здесь достаточно витамина на один день пришлось бы вам много много килограммов и то разных фруктов покупать и съедать это физически человек он не в состоянии делать это было бы очень дорого но вы знаете с идеей съедите два-три яйца или яйца одно хотя бы в день этого это мультивитамина там есть все и там есть в правильных пропорциях все преподнесено так как нужно вместо вот кучи фруктов одно два яйца съесть и уже хорошо на сале но на самом деле друзья да тоже я опять же слышу но ведь яйца так часто это вредно каждый день есть нельзя но на самом деле знаете я какое-то время назад слушал одну интересную передачу как раз насчет яиц и там абсолютно не рекомендовалось там какое-то жировое питание но вообще было очень сказано много насчет самих яиц и действительно там было подчеркнуто несколько раз это кстати на английском телевидении вот такая передача была несколько раз что яйцо это действительно единственный продукт единственный продукт который содержит все витамины и микроэлементы которые нужны человеку то есть если питаться одними яйцами человек был бы вполне здорово без хлебушка да но опять же откуда появилось это заблуждение что яйца они вредны и что в них полно холестерина и что их нельзя больше там двух штук и там сколько скольких съедать в неделю оказывается в каких-то годах по моим 70-х прошлого века какая-то министра великобритании для того чтобы там замутить что-то в экономике она вот как раз выдвинула эту идею и и очень сильно распространили на такой степени что она стала довольно популярна не только в великобритании но и в европе по моему даже во всем мире потому что это очень сильно влияло на какую-то индустрию я сейчас уже не хочу приврать ничего и углубляться в детали потому что не все помню но я только запомнила одно что на самом деле это было искусственно раздута вот ложная информация для какой-то вот определенные выгоды и пользы но на самом деле яйца можно и даже нужно ложь и самый правоположный продукт яйца является хорошим тоже примером показательным почему это так в замкнутом пространстве то есть в этой скорлупе где там цыпленок расчет то есть содержание яйца вот является достаточным для того чтобы внутри вот этой скорлупы появился новый живой организм у которого есть кожа мышцы кости там есть то есть физически вот такой цыпленок и животное она имеет очень похожий организм на наш получается посмотрите все содержание яйца это меня заменяется через несколько недель с в живой организм все витамины все правильно там есть пропорции если человек бы только яйца кусал кушал это было бы супер правильное питание и посмотрите цыпленок ничем не закусывает хлебушка не кушает то есть там не надо если мы кушаем яйца могут быть достаточно просто они сами по себе и посмотрите что происходит вот на нашей на нашей диете и вот с людьми которые кушают яйца они даже в туалет очень мало ходят потому что цыпленок тоже никуда не ходит в это время то есть там там просто чисто полезные вещества когда кушаете овощи и фрукты в туалет надо очень часто ходить но друзья мало ходят не потому что постоянный запор а потому что нечего просто мусора там нет выдалить на самом деле мы выдаливаем то что несъедобно это получается лишний мусор мы выдаливаем и когда люди кушают овощи и фрукты они постоянно будут ходить в туалет то есть там там организм высасывает то что полезно а то что лишнее выдалает когда яйца куча кушает там ничего лишнего нет но вот чистый продукт появился комментарий что ребенок не ест желтки ему отдельно без желтка жарю но он не желтки потому что он не любит или потому что ему вредно это потому что на самом деле именно в желтках находится вот то что необходимо это витаминка как раз и в желтке поэтому может быть как-нибудь а то что детям вот так иногда что-то понравилось и нет это другой вопрос и скорее всего у них все это происходит под влиянием окружения взрослых да и вот здесь очередной комментарий мы едим яйца с хлебом но да про хлеб давайте я может быть про хлеб а ты про яйца с хлебом хорошо про хлеб вот когда я думала что когда мы жили в польше что мы довольно много едим хлеба потому что эти пересловутые канапки то есть бутерброды наши вот это на завтрак на ужин это быстрее всего и это вкусно на самом деле потому что там поляки придумывают не только просто сыром с колбасой там с ветчиной а со всякими допустим делать всякие пасты вкусные рыбные там но очень много всего короче очень вкусные бутерброды тем не менее когда приехали в россию вы поняли что на самом деле поляки много хлеба не едят потому что и поговорка хлеб всему голова да она имела свое как бы наглядное для нас перенесение или скажем так я не знаю как даже сказать каждый день потому что говорилось что-то без хлеба почему-то без хлеба хлеба нет дома хотя поладе холодильник полный кушать нечего да и даже мы удивлялись что и картошку с хлебом едят ну буквально все я понимаю что это возможно какой-то какая-то травма после войны когда хлеба действительно не было и нечего было кушать все остальное раньше я соглашусь что хлеб был другого совершенно качества чем сейчас но но даже даже до того как мы еще познакомились с этим методом питания то перестали хлеб кушать по крайней мере белый потому что черный еще немножко кушали когда я узнала какие удобрения скажем так в кавычках добавляются в хлеб когда его выпекается поэтому да но на самом деле стоит ли кушать яйца с хлебом ты хотел про это сказать скажем когда хочу предложить эксперимент на самом деле чтобы съесть яичницу с утра яичницу я не знаю кому там скажем 4 яйца там яичница с хлебом а потом на второй делать такую же яичницу с кушать без хлеба и проверить каким будет результат когда мы кушаем яичницу с хлебом через два-три часа опять мы будем голодны потому что кислота которая разрабатывает углеводы и хлеб она будет выделяться через два-три часа вновь когда вот уже не будет чего перерабатывать мы будем чувствовать сколько кислоту вот эту в желудке и мы почувствуем голод когда вы съедите такое же такое же количество яиц без хлеба вы не будете голодны пять часов а не три или больше то есть это просто такая знаете страх что когда я без хлеба кушать я буду голодный это это какая-то фобия и страх когда меньше хлеба кушаем а вот жирную пищу мы будем менее голодными то есть получается хлеба не кушаешь и ты не голодный несколько часов но опять же тоже речь идет о количестве да вот даже если себе представить вот сколько какое количество мы жирной пищи можем съесть не так уж много потому что жир насыщает очень быстро да вот намного больше можно съесть сало даже этого вот или там другого какого-то жирного продукта естественно с хлебом потому что он как бы дополнить как таким дополнительным как бы не знаю вкусовой такой вкусовой добавка является который помогает туда даже не можете представить как можно сало без хлеба кушать очень вкусно кстати рекомендую но опять же да вот как ты сказал по-разному разрабатывается поэтому этот жир лежит но поскольку углеводы уже давно разработались наш организм опять же требует пищи и в таком соединении скажем так углеводов и жиров действительно все те страшные заболевания или там жировые отложения какие-то бляшки в наших сосудах естественно образуются да это правда но если мы тот же жирный продукт съедаем без хлеба без углеводов тогда ничего такого с нашим организмом плохого не происходит чажести в желудке нет она тогда есть когда мы с хлебом кушаем жирно когда мы яичницу на сале покушаем просто так легко вот то есть мы чувствуем что я ее съесть даже много не надо но нельзя и много часов мы не будем голодными для вкуса мы можем добавлять и мы на самом деле используем овощи для вкуса поэтому помидор огурец в которых есть практически одна вода можно добавить в такой яичнице получается нормальный вкусный завтрак да друзья мы не не приглашаем сейчас потому что сейчас очень многие разные диеты и кто-то уже раньше спрашивал в комментариях когда мы раньше в некоторых эфирах говорили про другую другой метод питания питаем питаемся ли мы по по кето диете которая довольно сейчас популярна я скажу так это возможно немножко похоже но это не кето диета потому что в кето диете углеводы ограничивается практически до нуля что не является правильным питанием потому что углеводы так или иначе они они необходимы нашему организму для правильного его вообще правильной работы вообще всего нашего тела и для здоровья почему где это называется кето потому что когда углеводы отсутствует тогда вырабатывается в нашей мочи кетоновые тела которые вот не являются признаком хорошего вот хорошей работы организма но это способствует быстрому похудению да поэтому она такая популярная это где-то но очень долго так питаться тоже не полезно поэтому это не означает что наши дети вообще углеводы исключаются да есть пропорции где главный источник энергии то жиры потом белки и вот может пропорции скажешь или имеют да я сейчас скажу просто здесь появился тоже еще комментарий насчет мясо да что от мяса отходим говорят что в нем много гормонов например при выращивании курей нашли выход для себя рыба да я согласна что мы мы тоже не утверждаем что нужно кушать мясо потому что на самом деле мясо это белок а белка опять же не так уж много нужно нашему организму как считается я сейчас скажу какие по каким пропорциям мы питаемся и почему это это полезно да но опять же из животных да вот мы больше всего за внутренности до печень легкие сердце почки вот все это оно намного полезнее чем мышцы да то есть мясо вот не жирное мясо куда считается самым самым таким вот лучшим да она и дороже всего стоит вот хотя сало может быть тоже довольно много стоит кстати здесь сало тоже стоит столько же сколько мяса но тем не менее да чем чем жирнее мясо тем она считается таким не очень да на самом деле вот в чистом месте жир не присутствует а если речь идет о том что белок и жир кушать это тоже неправильно на самом деле как бы это сказал внутренние органы животных в первую очередь печень она имеет так как желток практически все и посмотрите что яйца и печень внутренние органы они дешевле чем чем просто мясо то есть наш вид диеты он дешевле мы кушаем два раза в день кушаем очень насыщенные я даже один бывает насыщенные продукты где много витамин и это на самом деле дешевле чем покупать вот многие фрукты которые там килограммами фрукты но иногда фрукты кушаем но это как один два в день для того чтобы для вкусовых эффектов например десерт у нас это может быть творог шлифки и какая то ягода не знаю там клубника черника то есть они там присутствуют в небольшом количестве для вкусовых эффектов скажем углеводы тоже там по минимуму есть но творог шлиф и сметана например какие то ягоды то есть там есть вот правильные пропорции получается но везде так как сметана сыр я сказал орехи даже в растительной пищи там где жир присутствует авокадо всегда там присутствуют многие полезные вещества то есть я может быть скажу что на самом деле если человек здоров вполне да ну конечно у каждого есть какие какие то может быть недуги но тем не менее более менее здоров на самом деле белков не так уж много ему необходимо говорят что взрослому человеку на самом деле белков достаточно 50-80 граммов в день казалось бы это не так уж много но если почитать внимательно состав продуктов то можно найти очень много продуктов где вот как раз наберется вот этих белков но на каждые грамм 1 грамм белка нужно съедать около 3 граммов жира причем самый лучший жир это как раз мы сказали жир насыщенный животные то есть и сливочное масло именно сало вот не знаю там вот жир свиной или говяжий если кто любит да вот растительный жир можно сказать на последнем месте но это самый лучший это оливковое масло либо растительный жир который присутствует в орехах авокадо как есть еще жирные растения семечки да вот а на каждый грамм белка нужно съедать 0 8 грамма углеводов то есть да можно сказать что эти углеводы тоже должны присутствовать это в количестве до 50 граммов в сутки да и сейчас опять же если посмотреть сколько углеводов содержится в каких-то овощах лучше всего из овощей конечно получать эти углеводы чем с муки или там с сахара но если очень хочется то если мы посчитаем да если мы поели например что-нибудь такое уж не сдержались содержанием сахара или муки тогда лучше уже избегать фруктов или овощей в этот день да в течение дня весь состав был в этих пропорциях сохранялся да вот я сейчас только еще смотрю на так что вот плюсы вот этой диеты я могу сказать так нет чувства голода мы кушаем раза два в день три то есть это такого особого значения не имеет утром вечером тоже не имеет это значения нет чувства голода а я кушаю то что приятно то есть кусок жирного мяса и какой-то овощ к этому то есть то что или яйца на сало то что всегда и хочется кушать и сметана с творогом с творогом например то есть мне это нравится все эти продукты питания не так не чувствую голода меньше времени уходит на то чтобы в сумках меньше таскаешь меньше подготовок один два раза в день можно что-то съесть и обеспечен организм обеспечен всеми витаминами и всеми полезными веществами здесь еще только в комментариях появился да опять уже не первый раз что вот врачи не рекомендуют печень внутренности потому что это как естественный фильтр организма да я вот слышал эту теорию но это те же врачи рекомендуют очень многие другие опасные методы лечения которые люди без задумывания применяют например допустим очень много сейчас говорится насчет химиотерапии на что на самом деле это она убивает чем лечит больше да но опять же это личный выбор каждого если кто-то хочет почитать узнать побольше на самом деле это так да то ну да врачи рекомендуют тоже фрукты и они обжирены пищу поэтому печень жирна сама по себе они не будут этого захвалать яиц тоже поэтому то о чем мы говорим это противоречит модным принципам питания так что многие из вас могут быть удивлены что мы яйца кушаем печень но если вы начнете открывать насчет книгу насчет полезности разных продуктов то всегда там будут яйца на первом месте и все жирные продукты печень она это полноценный такой продукт вы знаете много я вот привел пример яйца мне нравятся разные натуральные примеры когда хищник тигр не знаю волк поймал какую-то там жертву и начинает кушать знаете что первое дело это животное развивают свою вот жертву и кушают печень они начинают из того что самое полезное потому что могут приближать другие хищники и они лишат ее вообще ну еды поэтому всегда хищники съедают начинают все от печени то есть от того что самое ценное самое полезное например говорят что у кого проблемы с же со своением железа очень рекомендуется кушать именно печенку потому что она вот помогает остановить вот этот баланс но тем не менее опять же мы всегда говорим ты доверяй но проверяй поэтому конечно лучше всего узнать проверишь на своем организме во-первых хорошо почитать узнать побольше покушать и пойти сделать обследование если вы чем-то страдаете проверьте как можно ну как вы будете себя чувствовать месяц покушать 2-3 и пойти сделать обследование организма крови и так далее повышается ли там холестерин или нет каждый день мы кушаем яйца и сало холестерин у нас все в норме кстати насчет холестерина он может повыситься потому что сейчас нормы которые рекомендуют врачи опять же опять же они соответствуют чему-то там кто что-то там установил на самом деле холестерин очень нужен организму очень и эти завышенные вроде нормы они совершенно не говорят о том что у нас что-то с сосудами не так до конца потому что он может приближаться к той границе да вот завышенного или даже перешагнуть но это на самом деле не будет сказываться на нашем здоровье если мы питаемся опять же соблюдая эти пропорции потому что друзья мы сейчас не говорим о том давайте увеличивать количество жира в диете причем кушая хлебушек сладкое и все остальное потому что на самом деле таким образом можно себе навредить поэтому опять же баланс да вот внимательно читаем внимательно изучаем но на самом деле я вам хочу сказать что допустим я сказала мы хлеб хлеба избегаем хлеба не едим но на самом деле если очень хочется я сама делаю хлеб но вместо муки ржаной или пшеничной я использую молотые орехи да я согласна такая буханка получается недешево но его хватает так долго что и на самом деле мы не каждый день и не по многу не много бутербродов потому что на самом деле другого вида разных блюд настолько хватает что даже не задумываемся что это просто не необходимо ну да не рекомендуется в перемешку то есть вот если кто-то сейчас попробует жирное а потом на вечер на завтрак что-то опять по старому вот это вот такая организм ни на что не может настроиться это очень будет неправильно но проверить скажем некоторое количество времени это не будет вредно поверьте все равно это продукты питания и на самом деле можно убедиться как это действует или хотя бы просто съесть эту яичницу без хлеба жирную вот яичницу на сало покушать и посмотреть как я буду себя чувствовать в течение дня когда я буду голодный то есть это первый эксперимент вот с утра когда вот там еще ничего нет чисто вот жирные яйца покушать он на примере комментарий у коров холестерин тоже повышен они траву едят есть хороший холестерин неплохой согласна на самом деле как ни странно у многих которые питаются растительной пищей тоже очень много проблем со здоровьем я понимаю что сейчас веганы и вегетарианцы меня заклюют но опять же мы как бы не не хотим никоим образом осуждать кого-то или говорить что кто-то там плохо питается потому что опять же каждый из нас и сам решает что делать как питаться но самое главное информация и знания чем больше мы знаем тем лучше выбор мы можем сделать это в любой области жизни а питание согласитесь что очень важно особенно сейчас как мы это говорили вот сейчас еще во время пандемии да что вот надо укреплять все таки иммунитет потому что мы не знаем каким образом это может лично нас коснуться но если мы стараемся правильно питаться то вероятность того что наш иммунитет будет крепким намного выше чем если кушать то что попало кстати эта диета то есть лишний жир он уходит от человека еще он придерживает кушать он худеет то есть жир он перерабатывается на самом деле это очень эффективно и хорошая диета да ну способ питания кстати на самом деле мы стали намного меньше болеть когда вот стали придерживаться да выносливость стала больше насчет холода да не ощущается так холод сильно энергии очень много жирок греет но это не тот жирок который откладывается а именно то топливо которое мы даем своему организму чтобы оно нам давало энергию да поэтому мне вот нравится вы знаете простое такое есть умышление вот посмотрите по по содержательности мы хотим здоровым здоровым питанием заниматься платить деньги за что-то ценное то как любое я не знаю оборудование там часы что бы мы не покупали мы смотрим насколько это качественный продукт то же самое нужно подумать вот за определенную количество суммы денег вам нужно покупать качественные продукты не вот эти перемешанные и вкусные там всякие там с этими добавками а вот чистый продукт вот есть мясо овощи фрукты вот выберите вот с этого всего натурального то где находится много витамин и полезных веществ то есть вам все равно получить самое выгодно покупать яйца и внутренности вот это она вот творог да вот сейчас все некоторые спрашивают рецепт рецепт хлеба я как бы сама для себя разработала разработала самый лучший который для меня работает да и он очень простой записывайте диктую берем 10 яиц разделяем белки от желтков взбиваем белки очень плотно добавляем по одному желтку очень нежно размешивая и в конце насыпаем 300 граммов молотого или миндаля или просто орехов и размешиваем очень великатно чтобы все это нам не сбилось такую плотную какую-то штуку да вот это выливаем в формочку для скажем так хлеба или какая есть и ставим в духовку и запекаем пока не будет коричневая корочка но это где-то примерно 40 минут будет до 50 это получается типа как бисквит да можно чуть-чуть щепотку соли нужно добавить но это прекрасная база для того чтобы например сделать себе бутербродик если надо быстро на работу или там еще что-то да может быть вкус этого хлеба не такой же как хлеба который привычный для нас да который мы покупаем в магазине но поверьте очень сытный да согласишься хотя давно не делала кстати потому что стала делать сейчас другое заменила да панкейки это тоже вот очень похожий рецепт просто туда добавляется еще немного масла сливочного и мягкий сыр но не плавленый сырок а типа вот есть как филадельс либо такой белый вот такой как творожок такой вот тоже чуть меньше яиц и это на сухой сковородке обжаривается такая вот лепешка и тоже кстати классно получается и можно и под бутерброды можно даже пиццу с этого делать потому что как как база под пиццу получается небольшую очень разные варианты кстати на нашем питании у нас есть очень много разных продуктов поверьте даже десерт там мороженое кстати вот многие посмотрите мороженое еще оно на сливках сделано вот настоящее вот когда то с прошлого мороженое всегда делали на сливках оно очень вкусное и хорошее было кстати еще один момент потому что многие говорят но я от сладкого не могу отказаться когда питаетесь именно таким образом то сладкого не так хочется как до этого не так сильно хочется но все равно мы например смотрите к этой вещи то есть там мороженое там какой-то десерт какие-то ягоды немного сахара можно добавить это не так что совсем нет но для как привкус как на вкус а можно но просто ты заметил что тогда вот привычные сладкие продукты они слишком сладкий конечно же потом торт не полезет в рот да кстати есть и у меня и рецепты и всякие всякие выпечки вот жирная скажем так но я просто мне некогда этим заниматься хотя себе задалась целью то я помнишь однажды торт сделала какой с кремом не помню не зря я это напомнила придется делать но все-таки хавиру в толк есть она скажет что то потом она вынуждена потом придется делать я лампочку уже включил да да уже этого холодильника нету с той лампочкой но я эту лампочку буду долго вспомнить тогда слушай мне нужно что-то сказать еще чтобы ты сделал ну ладно не буду сегодня наверняка могут появится вопросы вы пишите если кому-то интересно или просто можно открывать в интернете и искать вот многие которые кажутся спорными моментами просто об этом почитать конечно многие врачи будут утверждать что это вредно но людей которые питаются на жирах причем спортсменов сейчас очень-очень много то есть это уже вот лет когда мы начинали 20 лет назад это было трудно вообще кому-то представить себе но в настоящее время это не так то есть но вот я замечаю что очень-очень популярно становится вот именно жирное питание оно намного лучше я просто хочу сказать что в то время когда вот потому что если вам интересно то я нашла на русском языке есть доступная книга по этому питанию потому что это польского доктора это был военный врач которого попросили придумать питание для солдат полезное и такое вот оптимальное он очень увлекся он делал всякие исследования научные поэтому это называется оптимальное питание или диета оптимальная и доктор называется Квашневский и можно найти вот ссылку может скинем на эту книгу да книга есть доступна на русском языке поэтому можно почитать если кому-то интересно и там он очень много именно приводит тоже научных исследований фактов чтобы просто показать насколько вот это логично и и как бы просто и доступно да поэтому чтобы как бы убедиться в этом и кстати очень многие люди стали так питаться потому что диета всегда обычно ассоциируется с похудением но многие стали питаться для того чтобы улучшить свое здоровье и на самом деле в Польше есть клиника этого врача не одна да где он принимает людей к нему обращаются с разными заболеваниями и он ко всему относится очень строго вот эту диету он восстанавливает здоровье онкологическое вы знаете онкологические заболевания рак тоже питается углеводами поэтому эту диету они всегда применяют да поэтому рекомендуем если кому-то действительно интересно просто почитать сначала и если уже если уже сколько нам лет сколько ей лет кстати представьте себе еще спрашивают когда она покупает вино она же употребляет еще спрашивают пашпорт иногда да ладно об этом в другой раз до следующих встреч если есть вопросы кстати нет это то не результат диеты наверное не может быть или это гены или говорят маленькая собачка до старости щенок есть такая поговорка я маленького роста так что ладно об этом в другой раз если есть какие-то вопросы именно по этому питанию пожалуйста задавайте в комментариях или можно в личку спросить и постараемся помочь найти какую-то дополнительную информацию всем хорошего вечера и настроения вкусного ужина или завтрака кому-то да увидимся на ней друзья да счастливо